Университет в Пушкине. Переход между учебным корпусом и общежитием. Сотрудник охранного предприятия 24-летний Антон Антонов. Он бросается к кошке, та жмется к стене и пытается убежать. Охранник хватает животное и изо всех сил бросает его об пол. Ты не рада бить животное. Беременная кошка осталась жива. Неравнодушные люди отвезли ее в клинику. Операция длилась несколько часов. Была надорвана капсула печени, но не были задеты крупные сосуды. Соответственно, не было больших кровопотерь. Была также травмирована матка. Кошка была на второй неделе беременности. В общем, котят не спасали, матку удалили. Шокирующее видео облетело интернет. Это решило судьбу охранника. В университете его больше не видели. У студентов ситуация вызвала неподдельный шок. Некоторые из ребят захотели лично побеседовать с извергом. Моментально отреагировали ребята. Сразу написали в конференцию и возникла буча такая своеобразная. У них цель была как-то наказать его, возможно. Правильно сделали, что его уволили. Но еще должна быть какая-то мера наказания. Уголовная или административная. Студенты психовали, но администрация университета нас поддержала. За кошкой студенты начали следить, даже кто-то деньги скидывает на помощь. А это цитата из докладной записки на имя руководства охранного предприятия, обеспечивающего порядок в университете. Антонов обходил общежитие ЛГУ. В одном из коридоров он заметил кошку, попытался ее поймать и вынести с территории общежития, так как здесь запрещено содержать домашних животных. Антонов сообщил, что кошка его поцарапала, укусила и поэтому он ее бросил. Мы позвонили в организацию, где числился Антонов. На вопрос об увольнении жесткого охранника нам не ответили. Я сейчас не могу комментировать данную ситуацию, потому что ведется служебное расследование. Скажите, он уволен или он в штате? Руководство вуза написало заявление в прокуратуру. Либо у человека какие-то есть проблемы со психикой, либо, извините меня, это садизм. Поэтому мы были вынуждены так жестко поступить по отношению к нему, адресуясь в правоохранительный орган. Считаем, что в составе действия этого охранника есть состав преступления. И просим привлечь Антонова, Антона Александровича к уголовной ответственности. Покалеченная кошка жила в оранжереи при университете и вместе с другими хвостатыми коллегами боролась с грызунами. Сейчас она быстро идет на поправку. Пострадавшей уже успели дать имя Фенечка. В ближайшие дни Феня проведет в ветеринарной клинике. Доверять людям она, к счастью, не перестала. Лечение и питание, которое она получает через капельницу, оплатит виновник происшествия. Оплатит, разумеется, заочно. Его к животному больше не подпустят и на пушечный выстрел. История с избиением для Фени закончится хэппи-эндом. По словам ветеринаров, после того, как видео инцидента попало в сеть, выстроилась большая очередь из желающих приютить кошку. Владислав Беляков, Степень защиты.